Я решил записать небольшое видео, дабы ответить на вопросы, которые мне все чаще пишут. Причем не понимаю, почему эти вопросы адресовывают мне. Покажите хоть одно видео, где я позиционирую себя политологом или человеком, который собирается накинуть на себя рюкзак и возрядно пропотевший духов футболки цвета хаки выводить из кабинета Никола Пашиняна. Ровно так же не собираюсь надевать, потом сбрасывать временно с себя рясу, превратиться, скажем так, из того же духовника в мирян, чтобы отобрать кресло пропотевшего духовника прошлого. Иначе говоря, я в этих самых духов проходцев из Гюмри в Ереван или из Идживана в Ереван никогда не участвовал и участвовать не собираюсь. По той простой причине, что общество нынче, наше общество, которое армянское, оно стагнации. А мои мировоззрения давно всем известны. Они многим из вас не нравятся, но я повторюсь, пока СПЮРК не примется развивать Армению, она будет раздираема между теми и этими. А разница в них будет только в их сателлитах. В сателлитах-то ничего плохого нет. Нет, на земле только с десяток государств, которые выполняют покровительствующую функцию, роль или, если угодно, являются донорами. Все остальные, почти 180 стран, это рецепиенты. Поэтому важно еще найти правильного донора. Но многие политики Армении обязательно ангажированы почему-то. Но хуже всего, что ангажированы не донорами, а иностранными политиканами, спецслужбами. И именно они будут руководить руководителями Армении. А значит, де-факто будут главами армянского государства. Не верю я в эти уличные соляные походы а-ля Махатма Ганди от городов к столице. И это мое личное убеждение, которое я не навязываю, а отвечаю, потому что вы просили. Еще раз и по тому типу израильской алии я хочу напомнить. Алия это у евреев, как у армян, спюрк. Уж я, как никто другой из работников управления диаспорой, знаю, что светлые головы за рубежом. Я тоже работник управления диаспорой, только не являюсь штатным сотрудником и не в Армении, а работаю сам на себя, скажем так. И среди армян имеются прекрасные инженеры, замечательные экономисты, отменные топ-менеджеры, хозяйственники и прочие в России, Европе, Америке, Канаде, Азии, где угодно они есть. Не умиляю, конечно же, достоинства политиков самой Армении, но за 30 лет никакого сдвига. А порой и вовсе застой. Мне вам стыдно смотреть на международный аэропорт Гюмри. Хуже я только видел, наверное, в африканском городке Джинка, но тот хоть не международный, в отличие от гюмрийского аэропорта. И в Джинке живет 30 тысяч населения, а в Гюмри проживает 120 тысяч. И статус аэропорта все-таки международный. И город второй в стране после Еревана. Это я как пример привел один из сотен. И так пришло время спюрка, так как все эти псевдожурналисты, псевдотертеры, псевдоофицеры, способные, я не знаю, только быть обслуживающим персоналом других стран. Формирование спюрковских министерских портфелей во главе с большим патриотом, умным, образованным и приятным во всех смыслах руководителем Армении. И нужно рассматривать и в спюрке в том числе. Поверьте, их немало. Я знаю точно, что я говорю. Но ни прежняя власть, ни нынешняя власть не дают возможности людям из спюрка заниматься политической деятельностью в Армении. Иначе говоря, нужно пройти огромную бюрократию, отказаться от другого гражданства. И только потом, если Богу будет угодно, этим можно будет заниматься. Да, вы сейчас скажете, а что, разве в других странах не так? Нет, не так. В странах, у которых богатая диаспора, далеко не так. Я уже привел выше пример. Это неправильно для таких диаспоральных наций, как армянская. Большая часть армянской истории – это ее диаспора. Армяне на долгие века теряли государственность, снова создавали ее, снова теряли. И пока теряли диаспору, спюрк, разрастались. Все больше и больше разрастались. На шести настеленных материках стали рождаться новые армяне. Вырастать и приносить плоды этих шести, этим вернее, шести материкам. И до сих пор это делается. Зачем? Ведь все это можно делать в Армении и для Армении. Для того, чтобы это делалось в Армении, нужно доверять спюрку. Любить спюрк, даже если он беден. Да, у спюрка в совокупности наверняка меньше денег, чем у государств с углеводородами. Но мозгов-то куда больше. Я недавно пролистывал, сколько в Соединенных Штатах Америки и России великолепных инженеров-конструкторов армянского происхождения. Диву дался. Только все эти ракетостроения, самолетостроения и прочее достанутся другим. Справедливо достанутся. Ведь они граждане США, они граждане России. И также экономисты и прочие. Дайте хотя бы возможность, что ли, родиться новой фракцией в парламенте Армении. Где бы были представители от каждой страны, где численность армян от 100 тысяч, например. Я насчитал таких 9 стран. И они представляют разные континенты. Думаю, это бы положило начало политической деятельности спюрка. И они бы отвечали головой за Армению по всем остальным спюркам. Понимаете? Конечно же и занимались законотворчеством. Предлагали бы те или иные возможности, которые бы переняли у стран, коих они представляют. Запомните, они прежде всего армяне и только потом французы, русские, американцы, ливанцы, египтяне, аргентинцы. Спюркам надо пользоваться. Это ресурс. И весьма влиятельный ресурс. А пока что мы видим одни и те же картинки на площадях Еревана. Только роли играют уже другие. Не верю. И точка. Я еще раз пояснил свою позицию. Повторюсь. Она моя. Никому ее не навязываю. Вы просили. Я ответил. Если моя позиция не близка вашей, то это не значит, что антитопор плохой. Антитопор не политический, а когнитивный, познавательный ресурс. Да, этот ресурс имеет собственную точку зрения. И это нормально. Так же нормально и то, что я ненавижу упырей, работающих на пропаганду врага. Как их познать? Очень просто. Вот вы слушаете блогера с фамилией Наян, условно говоря. Ведь не только же Наян армянин. Правильно? Можно иметь фамилию Наян, а толку-то с них. Так вот, если этого блогера, армянина в кавычках, хвалят больше десяти азербайджанцев из Азербайджана в комментариях, то априори этот блогер сукин сын, а не сын армянки или армянина или друга армян. Не дайте себя обмануть. Ни за что. И до встречи на следующей неделе.